Шалом алейхам, возлюбленные! Мир вам! Баруха Шем! Да будет благословенно имя Господне! Рад быть сегодня с тобой, Синтия! Я тоже очень рада быть с тобой. Сегодня у нас будет чудесное послание для всех, кто подключился к нам. Я в полном восторге. Сегодня мы углубимся еще больше в богатство Божье. Все потому, что мы окунаемся в Слово Божие, которое живо. Божий Дух — это жизнь, жизнь вечная. Он всегда дает нечто новое, нечто большее. У глубин Его благодать и любви нет конца. Мы постараемся нырнуть так глубоко, как сможем, в познание откровения. Сегодня мы будем говорить о том, насколько мы прекрасны, будучи народом Божьим. Мы будем говорить о сокровища внутри нас. То, что находится внутри нас, намного прекраснее того, что мы можем увидеть в этом мире. Красота леса, водопадов, равнин и лесов не сравнится с красотой, скрытой в тебе, к примеру. Знаешь, когда ты говорил об этом, я увидела сундук с сокровищем. В каждой из нас есть сундук с сокровищем, который там поместил Господь, создавший нас. Это действительно сокровище. И сегодня Он хочет дать вам откровение, чтобы вы увидели сокровище, которое находится внутри нас. Красоту Отца внутри каждого. Добро пожаловать. Сегодня мы продолжим изучать «Песни-песни». Этот цикл называется «Тайны песни-песни». Как я говорил, это путешествие по божественной любви. Следуя за Суламитой в «Песни-песни», мы видим, как она проходит различные этапы развития отношений с Богом. Как я уже говорил в историческом плане, это книга о Суламите и ее отношениях с царем Соломоном. Но эта книга не задумывалась для простого описания просто телесных отношений. Это пророческий прообраз отношений Бога Отца с нами через Иешуа и нашего ответа на его любовь. Мы видим нечто, что можно сравнить лишь с браком. Вот почему книга Откровения, 19-я глава, рассказывает о брачном пире Агонса. «Песни-песни» рассказывает о любви царя к Суламите, на которой он собирается жениться. Мы видим, как Суламита становится зрелой и приходит к полноте любви царя. И теперь мы вернемся к тексту. Я советую вам посмотреть прошлые выпуски, потому что в них я закладывал основания. Сегодня мы посмотрим на первую главу, пятый стих. Суламита встречается со своей любовью. Но когда она встречается с любовью Божией, любовью царя, она ощущает стыд. Давайте посмотрим на текст. Она говорит «черная, но красиво». Мы видим здесь две детали. Она осознает себя. Черная, но красиво. Посмотрите, что она говорит в пятом стихе. «Не смотрите на меня, что я смугла, ибо солнце опалило меня». Она была из низкого класса. Из-за этого ей приходилось ежедневно работать на поле под солнцем. А так как она ежедневно была на солнце, это оставило след на ее коже. И из-за этих следов все остальные понимали, что она была из низкого класса, потому что она каждый день работала на поле. Давайте посмотрим еще раз «черри иерусалимские». Черная, но красиво, как шатры кедарские, как завесы соломоновы. Это был такой оттенок цвета. Она говорит «не смотрите на меня, что я смугла, ибо солнце опалило меня. Сыновья матери моей разгневались на меня, поставили меня стеречь виноградник. Она понимала, что была из низшего класса, простой работницей с низким финансовым статусом, но при этом у нее были отношения с царем. Ей было некомфортно из-за этого. И хоть она понимала, что в материальном мире она была из низшего класса, она осознавала, что внутри нее было нечто прекрасное, что привлекло внимание ее возлюбленного. Смотрите, что она говорит в четвертом стихе «черная, но красиво». Мы видим парадокс. С одной стороны, она понимала, что была смуглой, но с другой стороны, она понимала, что внутри нее было нечто драгоценное и прекрасное для Бога. Я хочу применить эти знания в вашей и моей жизни. Смуглость, которая была на ней, в духовном плане является тьмой в нашей душе. Библия говорит, кто утверждает, что в нем нет греха, тот лжец. Поскольку мы понимаем, что в нас есть тьма, мы иногда ощущаем стыд. Если нам некомфортно, мы можем позволить чувству стыда из-за тьмы в нас, наших мыслей, которых не должно быть, негативных мыслей, эгоизма и злости на людей. Ну, кто-то подрезает вас, и вы ощущаете ненависть в сердце. У меня бывают такие вспышки в аэропорту. Одни бегут сюда, другие туда. Все тебя подрезают. Я ощущаю желание сказать всем, уйдите с моей дороги. Иногда у нас бывает негативное отношение к людям, и мы понимаем, что это неправильно. Я говорю о наших неправильных мыслях, какими бы они ни были. Из-за этих темных мыслей мы можем ощущать стыд. Если мы не будем осторожны, мы можем позволить этому стыду определять нас. Если мы позволим нашим негативным мыслям определять нас, мы будем чувствовать отделение от Бога. Вспомните, когда Иисус хотел омыть ноги ученикам, то какой была первая реакция Петра? Он сказал, «Нет, Господи, Ты не будешь мыть мне ноги никогда». Почему Петр сказал, что не позволит Иисусу омыть ноги? Все потому, что Петр считал себя недостойным, нечистым. Ему было стыдно. Он не считал, что достоин принять любовь Иисуса. Он сразу же попытался отступить, когда Иисус стал на колени, смирился, чтобы омыть ноги Петра. Но что сказал Иисус? Он сказал, «Петр, если Ты не позволишь мне омыть Тебе ноги, то не будешь иметь участи со Мною». Видите, в чем была проблема? Чувство греха повлияло на способность Петра принять Божью любовь. Мы с вами должны понимать, что хоть в нас есть грех, хоть в нашей жизни есть темные места, мы все равно, и это важно, церковь, несмотря на наш грех, мы все равно прекрасны для Бога. Несмотря на наш грех, на наши негативные мысли, несмотря на наш эгоизм, несмотря на наши плохие мысли, мы с вами все равно, даже сейчас, являемся прекрасными для Бога. Бог желает, чтобы мы знали, что мы прекрасны для Него. Не позвольте своему греху отделить вас от Бога. Иисус убрал эту проблему. Библия говорит, что сейчас нет осуждения для тех, кто во Христе Иисусе. Иными словами, Бог совсем не осуждает нас. Ноль осуждения на нас. Для тех, кто во Христе Иисусе, уже нет осуждения. И она говорит здесь, «Не смотрите на меня, что я смогла». Но она также говорит, «Я красива, черная, но красива». Вы прекрасны для Бога. И поэтому сегодня я хочу ободрить вас и сказать, чтобы вы знали, насколько вы прекрасны. Вновь и вновь. В Библии Иисус пророчески говорит над Божьим народом, «Вы прекрасны для меня. Вы прекрасны для меня». И он повторяет это вновь и вновь. Дьявол хочет, чтобы мы осуждали себя из-за нашего греха. Он хочет, чтобы мы дисквалифицировали себя из любви Божьей. Он хочет, чтобы мы думали, что недостоин и пережить любовь Божью. Он хочет, чтобы наше сердце было закрыто, как сначала было закрыто сердце Петра, когда Иисус хотел омыть ему ноги. Но, по правде говоря, мы прекрасны для Бога. Суламита понимала это. Она говорила, «Я знаю, что черна, что в моем сердце есть грех, но я красива, прекрасна. Меня определяет не моя чернота, а то, что Бог ценит меня». Библия говорит, что Божие сокровище в нас выше нашего разумения. Иными словами, тайна того, что внутри нас настолько велика, что только Бог знает, насколько прекрасны Его сокровища в нас. Недавно я ходил по лесу в Колорадо. Там было чудесно. У меня перехватывало дыхание. Ты идешь, оглядываешься по сторонам и видишь чудесные камни, разные цветы, водопады, реки. А рядом не души. Это настолько удивительно, что у тебя перехватывает дух. Ты просто поражаешься. Иногда я захожу в лес, ложусь, закрываю глаза и прошу Бога Отца явить себя мне через Его прекрасное творение. И через 20 минут я встаю, открываю глаза и, глядя на то, что находится вокруг, у меня перехватывает дыхание. Это настолько удивительно. Горы, снег на вершинах, озера. Когда я был в лесу, то переживал невероятную красоту Божьего творения. И тут меня осенило, что сам я был сотворен по образу Божьему. И вся та красота леса, которую я видел вокруг себя, прекрасные сосны и цветы, вся эта красота леса в Колорадо находится во мне и в вас. Мы сотворены по Его образом. Лес — это проявление Его сути. Церковь. Мы сотворены по Его подобию. Та красота, которую мы видим в Творении, находится внутри нас. Возможно, мы не видим ее. Бывает, что мы просыпаемся, и нам кажется, что мы встали не с той ноги. У нас возникают проблемы. Нам нужно идти на работу. Возможно, вам не нравится ваша работа. Возможно, вы встали рано и не выспались. Вы чувствуете себя ужасно. Вы думаете, как Суламита. Она говорила, я черно. Я ощущаю грех в своем сердце. Но что бы вы ни чувствовали, и что бы вы ни сделали, дорогой брат и дорогая сестра в Господе, мы с вами прекрасны для Бога. И та красота, которую мы видим в Его Творении, находится в нас. Только в вас ее в миллион раз больше. Вы драгоценны для Него. Вы прекрасны для Него. Мы не познаем это в полноте здесь, на этой земле. Но мы должны напоминать себе об этом. Так что знайте, насколько вы прекрасны и красивы для Него. Когда вы видите водопады, видите разные цвета творения, когда видите чудесных птиц и животных, знайте, что это красота в вас. И это красота для вас. Потому что Отец так любит человека, что сотворил все вокруг для нас. для нашего наслаждения. Потому что все это создал наш Творец, а вы сотворены по Его образу. Послушайте, Дух Святой зовет. Дух Божий здесь, на этом месте. Он не просто хочет спасти вас. Он желает развеселить вас. Это Твоя любовь. Господь, любовь Твоя окружает нас. Мои глаза смотрят на эту землю и ищут Того, кто отдаст свое сердце. мне лично не видела ока и не слышала уха, что я приготовил любящим меня. Ты будешь любить меня? Я послал своего сына, чтобы умереть за Тебя, потому что я люблю Тебя. Мы продолжаем. И прежде чем перейти к следующему стиху, я хочу помолиться. Бог Отец, я молюсь, чтобы Ты помог нам понять, как прекрасны мы для Тебя. Я хочу ободрить вас. Положите руку на сердце со мной. Давайте провозгласим нечто. Мы получаем то, что исповедуем. Скажите, «Я прекрасен для Тебя, Боже». Скажите это еще раз. «Я прекрасен для Бога». «Я прекрасен для Тебя, Боже». «Я прекрасен для Бога». Бог, Ты создал меня прекрасным для Тебя. Вы прекрасны для Бога, возлюбленные. Ну, а мы продолжаем. Мы видим, что со временем Суламита видит, что ветры меняются. Разве не так? Погода похожа на то, что мы переживаем в жизни. Один день у нас, солнце, и все чудесное. Но вскоре после этого, когда мы выходим на улицу, то видим, что небо покрылось облаками. Мы не можем управлять этим. Погода не подчиняется нам. Иногда так же бывает и с жизнью. Сезоны жизни меняются. В один сезон у нас все прекрасно, но потом мы входим в другой сезон жизни. И по каким-то причинам, которые мы не можем объяснить, мы ощущаем отделение от Бога. Я знаю, что бывает так, что в какой-то день я ощущаю невероятную связь с Господом. Я могу целый день говорить с Ним, поклоняться Ему и быть с Ним. А когда я просыпаюсь на следующее утро, и без каких-либо причин, ведь я не делал ничего плохого, я не ощущаю Его близости. Мы не можем контролировать это. Это как погода. И мы видим, что Суламита прошла путь, в котором она ощущала теплоту Божьей любви. Она говорит, «Он привел меня в свои дворы». А в шестом стихе мы видим, что ей кажется, словно он далеко. Посмотрите со мною на шестой стих. Она обращается к Господу. «Скажи мне, ты, которого любит душа моя, где пасешь ты? Где отдыхаешь в полдень? К чему мне быть скиталицей возле стад товарищей твоих?» Что же тут происходит? Я еще раз хочу обратить внимание на перемены. Ранее мы читали о том, что она ощущала, когда пришла в царские палаты. Теперь же, в шестом стихе она говорит, «Где ты? Где ты живешь со своим народом? Почему я ощущаю себя скиталицей? Или той, что покрывает свое лицо?» Что она имела в виду, когда говорила это? Мы должны понимать, что эта книга была написана тысячи лет назад в культуре, с которой мы не знакомы сегодня. В те времена, когда была написана эта песня, вы показывали свое лицо лишь среди родных. Единственные, кто видел вас без покрывала, это члены вашей семьи, ваши ближайшие родственники. Но здесь мы видим, что она больше не считает, что находится в царских палатах. Теперь ей кажется, что она среди незнакомцев. Посмотрите со мной еще раз на этот стих. Она говорит, «К чему мне быть скиталицей возле стад товарищей твоих?» Иными словами, почему я должна чувствовать себя так, словно я чужая? Почему я должна считать, что мы просто знакомы? Почему я чувствую, что отделена от себя? Как мне вернуться к тому, чтобы снова ощущать твою любовь? Дорогая церковь, я хочу еще раз напомнить вам о том, что «Песни песней» — это пророческая книга, которая показывает нам чертеж, помогающий понять обычные этапы, которые мы должны пройти, взрослея в Боге. Все начинается с того, что она видит любовь к Божью точно так же, как увидели мы с вами в тот день, когда спаслись. Бог открыл нам свою любовь. Нам казалось, что Он рядом, что Он отвечает на все наши молитвы. Но со временем мы оказались в таком месте, где не всегда ощущаем Его близость. И мы гадаем, как нам вернуться туда, где мы были? Как мне снова ощутить Твою любовь ко мне? Господи, я хочу быть рядом с Тобой. Именно на этом этапе сейчас находится Суламида. Она говорит, «К чему мне быть скитарицею возле стад товарищей Твоих?» А затем Иешуа, царь, отвечает ей. Он дает ей конкретные указания, чтобы она снова могла ощутить эту связь. Давайте посмотрим на эти указания, начиная с 7 стиха. Он говорит ей, «Если ты не знаешь этого, прекраснейшая из женщин». Я хочу сказать вам, что хоть она и считала, что потеряла связь с ним, мы должны помнить, что он не терял связи с ней. И хоть она говорила, «Я черна, но красиво», он не видел ее греха. Он называл ее «прекраснейшей из женщин». Если ты не знаешь этого, «прекраснейшая из женщин». И дальше он дает ей указания, чтобы ощущать близость. Во-первых, он говорит, «Иди себе по следам овец». Большая часть Писания «возлюбленные». Написано сельскохозяйственным языком. Не забывайте, что многие истины, которыми делился Иисус, Он открывал через притчи, связанные с овцами и полями. Это поэтический язык Писания. Он говорит, «Иди себе по следам овец». Что это означает? Он говорит ей, «Общайся с Моим народом». Стадо — это Его овцы. Иисус говорит о Своих детях, как о Своем стаде. Малое стадо — вот как Он называет Свой народ. Он говорит ей, «Не будь одна, не пытайся строить отношения со Мной в изоляции». Я хочу сказать, что возможно. Некоторые из вас поступают так. Вы действительно любите Бога, но у вас нет христианского общения. Вы не встречаетесь с друзьями, не читаете Писание вместе, вы не молитесь с другими, не обсуждаете вопросы царства с другими. Некоторые из вас не ходят в церковь из-за вопросов со здоровьем. Бог понимает это. Но другие не ходят в церковь просто потому, что вы отделились. Дьявол мешает вам ходить. Он не хочет, чтобы вы общались с людьми. Но Бог говорит, «Если вы хотите поддерживать связь со Мною, то должны пребывать в общении с Моими людьми». Он говорит ей, «Если ты не знаешь, что делать, то иди себе по следам Орец. Мы должны пребывать в общении». Бог не просто призвал нас лично. Он призвал нас в семью. Вот почему все послания Нового Завета написаны семьям, собраниям, церквям. В церкви, в Ефесе, в Фессалониках, в Коринфе. Возлюбленные. Мы должны понимать, что если мы хотим пережить полноту Божьего Духа, то должны быть с Его народом. Вот почему Иисус сказал так, «Ибо где двое, или трое, собраны во имя Мое, там и Я посреди них». Возлюбленные во Христе. Присоединяйтесь к нам на следующей неделе. Сегодня с вами был Равин Шнайдер. Я люблю вас. Баруха Шем. До скорой встречи и Божьих вам благословений. Я на Масличной горе. Завершим передачу благословения. Бог сказал, чтобы мы благословляли им Его народ. В книге чисел Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом Его, и тогда Он запечатлеет Своё имя на них и благословит их. Я ва-рехе-я-ве-я-ве-вай-ish-ma-re-cha Я ер-я-ве-p'na-ve-le-cha Ви-ху-не-еха Ви-я-се-я-ве-af-y-я-ve-я-вай-ч-а-вай-аш-э-м-е-ха Шалом. Божий мир. Мы хотим радоваться вместе с вами. Ваше свидетельство вдохновит других. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства своего. Равину Шнайдеру Кто никогда не услышит его. Посетите наш сайт, адрес которого указан на экране. Или позвоните по номеру, который вы видите на экране. И помогите изменить жизнь людей во всем мире. Ваша поддержка очень нужна нам. Возлюбленная, вы можете быть из Африки, Индии, Израиля или США. Все это не имеет значения. Все мы идем одним путем, если следуем за Отцом через Иешуа. Мы преображаемся в его подобии. Переживаем личную трансформацию. И для этого нам приходится прилагать серьезные усилия. Мы должны быть послушны. Бог проводит нас через определенные испытания, чтобы поднять на следующий уровень. И одно из испытаний, которое все мы должны пройти, это поставить его на первое место в вопросе финансов. Это испытание веры, доверия и личного отречения. Иисус сказал, что если мы не возьмем свой крест, не отвергнем себя и не последуем за ним, то не сможем стать его учениками. Я хочу призывать вас сегодня, давайте поставим его на первое место в своих финансах. Если Бог-Отец использует нашу передачу для того, чтобы благословить вас, подумайте над тем, чтобы пожертвовать финансы на наше служение. Шалом! Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте смс. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесет Божие спасение в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и Крусейды. Свои смс-сообщения вы можете присылать нам на номер 4537-7. На земле многие из нас верны Господу финансам. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». Телепередача Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на YouTube. Равин – еврейский, верующий в Мессию Иисуса. Слушая и применяя принципы этих уроков, вы получите откровение сегодня для вашего лучшего будущего. Посетите YouTube сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». Также убедитесь нажать на значок колокольчика рядом с кнопкой «Подписаться», чтобы получать уведомления и не пропустить ни одного эпизода.